доброе бодрое утро дорогие друзья и с вами снова наталья плокова и я закончила очередную прогулку я посмотрела на свой шагомер и за час я сегодня пока еще прошла 7246 шагов это 4 километра я надеюсь что у вас результаты будут такими же или даже лучше а я продолжаю сегодня цикл который я начала прогулки с натальей клоковой и сегодня я хочу сделать такое послание месседж продолжаю поддерживать поддерживать наших стройнеющих в проекте 12 недель до новой тебя и мы с вами говорим о факторах одновременно влияющих на здоровье человека и сегодня я хочу поговорить с вами о питании в прошлый раз мы говорили о психосоматике сегодня мы говорим о питании и так питание современного человека это много калорий много жира и много углеводов обычно одновременно и очень мало белков и в этом огромная проблема и на сегодня следует следует понимать что питание современного человека это просто дистрофия по белкам и мы будем говорить с вами что питание не это не в общем а мы говорим о питании на уровне клеток с вами состоим из клеток и клетки это заводы которые строят собственные клетки органы и ткани и то что мы кушаем это не есть наше это чужое и в жкх желудочно-кишечном тракте это перерабатывается до мономеров белки расщепляются до аминокислот жиры расщепляются до жирной кислоты глицерина углеводы до глюкозы и клетки из этих маленьких кирпичиков строят собственные клетки органы и ткани и дефицит белков чем он чреват во первых давайте посмотрим сколько же белка потребляется сегодня людьми если в швейцарии например средний человек потребляет в год сто тридцать семь килограммов мяса это включая заключенных стариков и грудных детей то в россии эта цифра в разных источниках колеблется от 57 до шестидесяти трех килограммов мяса в год и вы видите что это в разы меньше чем в развитых странах мира и если даже говорить о том мясе которое потребляется вопрос его качество это мясо низкого качества которое содержит огромное количество ксенобиотиков то есть химических веществ которые чужды организму которые отравляют его и которые должны выводиться обязательно есть такое вещество паприн оно производится дрожжами клетками дрожжей которые растут на продуктах переработки нефти на углеводородах и вот это вещество вкалывается в мышцы крупного рогатого скота вызывает отек мышечной ткани и для того чтобы животное не болело добавляется огромное количество антибиотиков и вот такое мясо поступает на наши прилавки и нужно понимать что если вы сегодня съели 100 грамм мяса это не 100 грамм белка поступило ваш организм из 100 граммах усваивается всего 5 и причем какого качества подумайте об этом и среднему человеку существуют нормы потребления белка среднему человеку весом например 70 килограмм нужно 70 грамм белка а вы съев 100 граммовый кусок мяса получили всего 5 где же брать остальные если съедать получается что нужно съесть чтобы получить еще 65 нужно съесть еще 13 антрикотов если вы будете так кушать да вы будете набирать норму белка ну плюс к этому огромное количество шира холестерина и ксенобиотиков в чем же выход а выход друзья наши совершенно потрясающих замечательных метаболических корректора которая представляет собой клеточное питание вот именно на самом высоком уровне то есть они содержат все незаменимые аминокислоты и по именно составу аминокислотному наш коктейль идентичен к рудному молоку и одна порция коктейля содержит 7 с половиной граммов чистого стопроцентно усвояемого белка со всеми аминокислотами без химии и гбм представляете какой у нас руках продукт то есть обязательно сейчас необходимо в свой рацион добавлять коктейли итак запишите что нужно для питания современного человека первое это аминокислоты 21 плюс 7 незаменимых второе полиненасыщенные жирные кислоты это омега-3 далее витамины плюс минералы плюс антиоксиданты обязательно плюс сложные углеводы плюс клетчатка но об этом обо всем поподробнее на наших занятиях в проекте 12 недель до новых тебя на наших вебинарах и с этими новыми знаниями с этими новыми открытиями я вас то что еще вам предстоит узнать о нашем питании я вас поздравляю и пока пока с вами была наталья клокова